По словам Бибилова, необходимо осознавать всю серьёзность сложившейся ситуации и с пониманием отнестись к предпринятым мерам. Прежде всего, они направлены на сохранение благоприятной эпидемической обстановки, в том числе и принятые правительством решения о продлении ограничительных мероприятий. Для нас самое главное – это безопасность населения Республики Южной Осетии. И, конечно же, мы всё будем делать для того, чтобы эту безопасность обеспечить. Много людей оказались в трудной жизненной ситуации. Например, те, кто работает в сфере общественного питания и которых напрямую коснулись ограничительные меры. По словам президента, надо проработать механизм по оказанию им помощи. В то же самое время мы должны обратить внимание на тех людей, которые работали в сфере общественного питания. Тут люди действительно остались без работы и надо подумать, как бы им помочь. Предприниматели, в которых работали эти люди, они должны иметь трудовые договора. Помочь этим людям без сомнения надо, но эта помощь, она должна быть, скажем так, точечной, адресной. И на основании тех документов, подтверждающих, что эти люди с такого-то по такое-то время работали, имели такую зарплату, есть приказы. И уже из этого составить списки, конечно, необходимо помочь. Анатолий Бебилов поручил соответствующим ведомствам разработать план по обеспечению продуктами питания малоимущие семьи. И уже на новой неделе все они должны получить помощь. С другой стороны, у нас есть малоимущие семьи. Значит, что касается их. На следующей неделе все эти люди должны получить помощь. Я прошу и администрацию президента, и, опять-таки, Министерство экономического развития, и Министерство здравоохранения проработать и определить, что в этой корзине должно быть. Увеличилось количество случаев заболеваний коронавирусом в Северной Осетии. Бебилов заявил о необходимости оказания им помощи и направить на Север Осетии резервные аппараты искусственной вентиляции лёгких. Георгий Феликсович, я вас прошу проработать с вашими коллегами в Северной Осетии по помощи Северной Осетии. Вот этим ИВЛ у нас пока достаточно ИВЛ для того, чтобы обеспечить безопасность Республики Южной Осетии. И, во-вторых, для меня непонятно, если у каждого из нас болеет брат, и у него есть лекарства, то неужели этот брат откажет в этих лекарствах своему брату, потому что, возможно, завтра они ему понадобятся. Это наши братья и наши сёстры. На заседании штаба также принято решение о переносе парада Победы. Его перенесли и в Россию. Парад в Южной Осетии пройдёт непременно, но мы проведём его тогда, когда его будут проводить в Москве, сказал Бибилов. Речь зашла и о дистанционном образовании. На данный момент прорабатывается вопрос о дальнейших мерах в сфере образования. Прорабатывается вопрос, как же у нас будут проходить выпускные экзамены, как у нас будут проходить вступительные экзамены, как будет проходить, значит, всё-таки это окончание школы, выпускной бал, всё это пока обсуждается. И я думаю, что в ближайшее время и родители, и ученики, особенно выпускники, узнают, как всё это будет происходить, как они будут сдавать выпускные экзамены, и как они будут поступать в высшие учебные заведения. Южная Осетия – это будет Российская Федерация.